Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. Воспользовались добрым именем. Неизвестные, прикрываясь Самарой ГИС, организовали лжерозыгрыш квартир. Спасти нельзя расселить. Судьба злополучного дома на Авроле решена. В Старозагору ждет большая реконструкция. Глава Самары провел выездное совещание. Пошли на мокрое дело. Водолазы опустились на Волжское дно. Что они там нашли? Завел старую пластинку. Самарский пенсионер устраивает патефонные концерты в городских парках. Сегодня телефоны телекомпании Самары ГИС разрывались от звонков. Жители интересовались, правда ли можно выиграть квартиру. Как выяснилось, неизвестные воспользовались именем канала, чтобы в одной из соцсетей прорекламировать жилой комплекс. Организаторы предлагали вступить в их группу, сделать репост записи и закрепить ее на своей странице. Сообщили, что имя счастливчика, которому достанется жилье, назовут 3 сентября в прямом эфире нашего канала. В действительности телекомпания Самары ГИС никакого отношения к этому розыгрышу не имеет. Застройщик, чью квартиру обещали подарить победителю, также нам сообщил, что подобных акций не проводит. Сразу после того, как к организаторам розыгрыша посыпались вопросы, записи сообщества удалили. Когда компания, которая старается вести открытую, честную информационную политику, открытую, честную политику экономическую, втягивается в какие-то мошеннические действия против своей воли, это, конечно, досадно. С другой стороны, но во всем плохом есть, наверное, элементы хорошего. Знаете, раз нашим именем пользуются, значит, мы популярны. Если люди видят какие-то вот такие объявления о подобных розыгрышах, не сочтитесь от труда, зайдите на наш сайт. Вот если люди зайдут на наш сайт самаргиз.ру, вот вся та информация, которая там размещена, она абсолютно стопроцентно впродива, добросовестна и полностью соответствует действительности. Обязательно вернемся к теме после того, как проведем свое журналистское расследование. И продолжение еще одной истории, которая взволновала Самару. У ребенка, которого нашли на берегу озера Гатное, есть родственники. Полицейские установили личности матери и бабушки мальчика. Два дня назад малыша, которому на вид 2-3 года, обнаружил прохожую, но слушал детский плач. Ребенок один, без взрослых, сидел в камышах. На его лице были видны следы аллергии. Мужчина отвел мальчика в ближайший жилой дом. Хозяйка вызвала полицию. Стражи порядка обошли жители поселка Водников, но поиски родных малыша успехом не увенчались. Кто его мать и бабушка, выяснили только сегодня. По предварительным данным, ребенок находился с матерью, не имеющей определенного места жительства и злоупотребляющей спиртными напитками. В ближайшее время будут выяснены все обстоятельства, случившиеся. Найденный ребенок находится в медучреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Губернатор Николай Меркушкин провел встречу с активом региона, кандидатами в депутаты Государственной и Губернской дум, руководителями крупнейших предприятий и общественных организаций области. Глава региона, как член Бюро высшего совета партии, рассказал об итогах Всероссийского съезда Единой России. Тогда были утверждены кандидаты, которые будут бороться от Самарской области по одномандатным округам и партийным спискам за места в федеральном парламенте. Подробности в нашем следующем сюжете. Как организовать агитационную работу, чтобы обеспечить высокую явку электората и мотивировать людей активнее участвовать в политической жизни региона и страны? Ответ на этот вопрос искали сообща. Несмотря на трудности в экономике, Самарская область получает субсидии из федерального бюджета почти в прежнем объеме. Наш регион по многим позициям на передовой. Прочное лидерство по строительству жилья – 2 миллиона квадратных метров по итогам прошлого года. В регионе строятся новые спортивные объекты и школы, реализуются крупные социальные проекты. У нас уже политически в полном регионе в Москве считают. Уже считают. Уже многие вещи, которые я перечистил, которые мы делаем, и сейчас мы проголосовали дополнительно по середине на 2,8 миллиарда рублей на здравоохранение, спорт, ну и так далее, и так далее. 2,8 миллиарда рублей, я хочу сказать, это все дополнительные средства. Губернатор Николай Меркушкин входит в бюро Высшего совета партии «Единая Россия». На встрече глава региона подвел итог прошедшего в Москве съезда, на котором с программной речью выступили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. На съезде утверждены кандидатуры, которые будут бороться от Самарской области по одномандатным округам и партийным спискам за мандаты федерального парламента. И кто из них пройдет, во многом зависит от собравшихся в зале. Говоря о работе с жителями, губернатор пояснил, что очень важно доносить правдивую, объективную информацию о положении дел в регионе. Никого силой заставлять не надо. Никого административным, каким жилым и так далее, заставлять не надо. А попросить как человека, как человека надо. И я уверен, большинство, и учителей, и соцработчиков, и врачи, они настроены, знают. Вместе с тем Николай Меркушкин отметил, что есть силы, которые критикуют руководство региона среди оппонентов и представителей законодательной власти. В поддержку действующей власти, высказались многие представители крупнейших общественных организаций Самарской области. Глава Федерации профсоюзов региона Павел Ажередов заявил, что 600 тысяч членов организаций не останутся в стороне от важнейших социально-политических процессов в стране. Мы просто обязаны использовать патриотический подъем в обществе, поддержку инициатив губернатора Николая Ивановича Меркушкина и президента страны Владимира Владимировича Путина, чтобы обеспечить явку избирателям на выборы 18 сентября не менее 90%. Поэтому одним из самых больных вопросов, вероятно, будет явка. Как это сделать? Как обеспечить? Николай Иванович, вы можете рассчитывать, безусловно, на заводской промышленный актив. Больше явки, больше депутатов. Больше депутатов, больше выгоды для нашего региона. Отстаивать интересы области в Государственной Думе предстоит тем, за кого люди проголосуют через два месяца. Судьба Самарской области находится в руках ее жителей. Если на предстоящих выборах регион активно поддержит действующую власть, статус опорного в России будет подтвержден. А значит, поддержка федерального центра существенно возрастет. Это залог успеха области, всех ее жителей и будущих поколений. Лариса Шалафаст, События. Вторая жизнь улицы Старозагоры. Стартовала ее реконструкция. К осени она должна полностью преобразиться. Мэр Самары проверил, как идут работы. О будущем улицы Старозагора расскажет Марина Матвейшина. Бульвар на Старозагоре полон спецтехники. Погрузчики избавляют газоны от старого грунта, чтобы потом привезти свежую землю. Реконструкция в честь 50-летия. Улица идет полным ходом. В этом году преобразится участок улицы от Шибки до Нового вокзальной. Отремонтируют дороги и тротуары. Вдоль всей проезжей части разобьют клумбы. Обновят газон. Заменят уличное освещение. И установят новые скамейки. Я здесь живу с 1978 года. Улица была красивая, ухоженная. И когда мы узнали, что будут реконструировать, мы просто обрадовались. Мы готовы выдержать все, даже грязь. Только бы нам сделали улицу. Реконструкции коснется и трех фонтанов, в том числе и того, что находится рядом с кинотеатром Шибка. Фонтаны приведут в первоначальный вид, но изменится система подачи воды. По историческим документам и чертежам восстановят и мозаичные беседки. Особое внимание Олег Фурсов обращает на работу по демонтажу киосков. Торговые ряды незаконно занимают эту территорию еще с 90-х годов. На этой неделе оформляйте документы, вызывайте официально уведомления, вручайте о демонтаже. И после этого все судебные процедуры. Я намерен освобождать все эти пространства для жителей города. Я думаю, за 15-16 лет здесь достаточно заработали люди, чтобы все компенсировать затраты, связанные с созданием магазина. Теперь эта улица, эта площадь должна поработаться для людей. Кроме того, планируется оформление вывесок в едином стиле и приведение в порядок рекламных площадей. Поучаствовать в реконструкции изъявили желания и самарские предприниматели. За счет денег спонсоров реконструируют один из фонтанов. Самарцы также могут выделить личные деньги на покупку тротуарной плитки или чугунных скамеек. Имена меценатов увековечат на именных плитках. Мы будем привлекать деньги меценатов, бизнесменов именно в этом направлении. Но пока еще конкретно не определили. То есть бизнесмены готовы вложиться, но в каком направлении, это мы будем решать в ближайшее время. Основной фронт работ на первом участке будет завершен к сентябрю этого года. В дальнейшем аналогичные работы будут проведены и на участке улицы Старозагора от улицы Нового вокзальной до проспекта Кирова. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. Судьба Самарского дома на улице Аврора, где в марте этого года произошел обвал грунта, решена. Напомню, возле стены образовалась огромная яма. Спасатели экстренно эвакуировали людей. Здание обследовала специальные комиссии. И вот экспертиза готова. К какому выводу пришли специалисты, узнала Лариса Шалафаст. Большая трещина в земле рядом с 20-м домом по улице Аврора образовалась весной этого года. Сначала в квартирах оборвалась проводка, рассказывали жители. Потом возле стены заметили небольшое обрушение. После трещина ушла вглубь до 15 метров. Спасатели экстренно эвакуировали всех жильцов. Матвеевное ощущение меня трясет всю. Сейчас дома может сложиться в любое время. Это же страшно. В доме 60-х годов постройки проживают порядка 30 человек. Люди смогли вернуться в свои квартиры в течение месяца. Яму возле дома засыпали за несколько дней. Для этого потребовалось 10 камазов грунта. Но никаких гарантий, что яма не появится здесь снова нет. После ЧП здание обследовала специальная комиссия. Специалисты установили причины обвала грунта около дома. И вынесли решение признать дом аварийным. Данное здание построено на грунтах, состоящих из карстовых пород. И в результате поднятия грунтовых вод произошло вымывание. В результате образовалась воронка. Комиссия сделала заключение о выявлении оснований для признания дома аварийным подлежащим сносу. Сейчас ветхое здание продолжает разрушаться. На фасаде образуются новые трещины. В подъездах и квартирах двухэтажки также трескаются потолок и стены. Сейчас заключение межведомственной комиссии находится на рассмотрении в городском департаменте имущества. Когда распоряжение вступит в силу, жильцам предоставят варианты для расселения. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. Телеканал Самарегис будет следить за темой. Легли на дно ради чистоты и безопасности. Самарский пляж очищает не только от мусора, но и от лишней растительности. Из-за жары Волга зацвела. И водолазы отправились на ее спасение. На пляже рабочий день провела Марина Кравцова. И водолазы с косами стоят. Оригинальную картину наблюдают Самарцы на пляже. А для Вениамина Беркаева такое дополнение к водолазному снаряжению – дело привычное. Что растет на дне речном, знает не понаслышке. Дайвинг на Волге – для него не развлечение, а работа. Трудится в связке с напарником. Один косит, другой подстраховывает. На глубине до двух метров, на площади до буйков, борется с водорослями. Каждые 10 дней водолазы проводят очистку волжского дна в районе пляжей. Убирают скопившийся мусор и косят разросшиеся водоросли. После чего вот эту водную растительность прибивает к берегу, где ее уже подхватывают уборщики. Как говорят водолазы, приходится не только косить, но и убирать. В основном бытовой мусор. Его за раз поднимают со дна около двух кубометров. Но бывают находки и покрупнее, обычно к концу пляжного сезона. Чтобы поднять такое, приходится повозиться. Большие находим скамейки. То есть молодежь, видимо, очень веселится и сбрасывает это все в воду. Раздевалки, урны, бочки. Сколько килограммов водорослей собрали и не считают. Зелень с пляжей вывозят мешками. В жару выходить на покос приходится чаще. Внеплановые погружения совершают и по обращениям любителей пляжного отдыха. Это безопасность людей в первую очередь. Так как плывет человек, он может ногой запутаться, я не знаю, как-то испугаться. Чем жарче, тем быстрее водоросли растут. Соответственно, тем чаще мы косим. От мусора и тины Волгу почистили. А вот сама вода не везде отличается кристальной чистотой. По итогам последней проверки проб воды, пока не рекомендовано купаться на пляжах Уладьи, на спусках улиц Советской Армии, Ленинградской и Маяковского. Марина Кравцова, Екатерина Осетрова, Максим Гусев. События. В 160 домах исторического центра города, а это в основном Самарские и Ленинские районы, нужно обратить внимание на меры противопожарной безопасности. К таким выводам пришли эксперты после осмотра здания по поручению главы Самары. Что еще выявила комиссия, узнал Павел Баймаков. Еще свеж в памяти недавний пожар на пересечении улиц Самарской и Льва Толстого. 30 июня без жилья едва не остались несколько семей. По данным спасателей, причиной возгорания стала неисправная электропроводка в кафе, что на цокольном этаже здания. Жильцам деревянных домов специалисты рекомендуют обращать повышенное внимание на проводку и в случае неисправности немедленно ее устранить. Если даже, например, при обходе выявляется, что в зоне собственника есть нарушение, то есть мы выдаем приписание собственнику на то, чтобы он собственными силами устранял в избежании пожара. А вот за состоянием электропроводки, которая идет по фасаду здания и в подъездах, должны следить управляющие компании. Раз в полгода проверяется каждый дом. Но если ситуация аварийная, жильцы вправе сами обратиться к коммунальщикам. Те, в свою очередь, отреагировать должны немедленно. Это там, где недопустимо, скажем так, нарушена изоляция на фасадах жилых домов, которые деревянные. Это там, где непосредственно, значит, уже есть места, скажем так, искрения в местах контакта. Эти места, значит, прошли, то есть весь этот фонд мы прошли, определили, значит, наиболее, скажем так, плачевное состояние, где необходимо срочно принять меры. Мы разработали сейчас план мероприятий, и управляющая компания, значит, сейчас будет проходить, значит, непосредственно по этим местам и устранять данные замечания. Всего в историческом центре города, а это в основном Ленинский и Самарский районы, около двух тысяч жилых домов, где необходим ремонт или полная замена электропроводки. В 160 зданиях работы решено провести немедленно. Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События. Отремонтированные Самарские дороги тоже ждет большая ревизия. В этом году требования особенно жесткие. И предъявляют их не только официальные контролеры, но и активисты-общественники. На улице Воронежской, которую совсем недавно отремонтировали, побывал и Олег Зверев. Еще этой весной автолюбители, проезжая по этой дороге, отзывались о ней крепким словцом. И вот совсем другое дело. Улицу Воронежскую от Московского шоссе до Старозагора отремонтировали большими картами свыше 100 погонных метров. Теперь проехать по новому асфальту – одно удовольствие. Ездить часто по этой дороге. Конечно, раньше была невыносимая эта дорога. Сейчас, конечно, только радуешься, когда проезжаешь по ней. Эту дорогу отремонтировали по инициативе жителей. И люди обратились в общественный совет. И вот результат. Принимают тоже под контролем общественности. Качество проводимых работ оценивается на всех стадиях. Начиная от фрезерования и до укладки верхнего слоя. Требования муниципального контракта было предусмотрено устройство верхнего слоя. Самое главное – толщиной 5 сантиметров. Есть протокол лабораторных испытаний. Толщина варьируется от 5,2 до 6,9 сантиметров. То есть минимально нужную толщину они здесь выдержали. Особое мнение высказывают представители общественности и депутаты райсоветов. Замечания есть, которые подрядчик может легко устранить. По их мнению, было бы лучше, если вместе с асфальтом переложили бы бордюрный камень. Но это уже комплексный ремонт. А в целом качество работ устраивает. Естественно, мы работаем с исполнителями. Это наша обязанность. Приглашаем их на комитеты к себе, работаем с ними на комитетах соответствующих. Это такая есть работа. Это наша обязанность как депутатов. На сегодня работы полностью завершены не только на этом участке, но еще на двух десятках улиц. Общественный контроль проводится на всех объектах. Всего в этом году всеми видами ремонта будет охвачены 73 дороги, часть из которых перейдет на 2017 год. Кроме того, будет выполнен ремонт внутриквартальных территорий на площади более 140 тысяч квадратных метров. Столь масштабных работ раньше в городе не проводилось. И контролировать качество стали более жестко. А народные представители обязательно высказывают свое мнение. Устраивают ли их обновленные улицы. Олег Зверев, Алексей Золотенков. События. А теперь коротко о других темах дня. Под Самарой спасли 17 детей, которые на байдарках попали в шторм. МЧС предупреждала о резком ухудшении погоды. Но детская группа «Стрим» отправилась сплавляться на байдарках на акватории Васильевских островов и попала в шторм. Они выполняли водный маршрут Жигулевской кругосветки. Никто из детей не пострадал. В Самаре с сегодняшнего дня на 10 дней будет перекрыта улица Береговая. В связи с проведением работ по ремонту водопроводной сети с 6 до 16 июля будет закрыто движение автотранспорта. Речь идет об участке протяженностью 100 метров от улицы Зимеца в направлении проспекта Кирова. При этом городской общественный транспорт на участки не ходит. Осужденную в Самаре главу «Волгокредиты» перевели из больницы в СИЗО. Напомним, в суде Ленинского района города рассматривали дело о хищении векселей на сумму около 130 миллионов рублей. Татьяну Ярилкину обвинили в совершении мошенничества в особо крупном размере и признали виновной. Во время оглашения приговора ей стало плохо, женщина была доставлена в больницу Гуфсин. Однако судья продолжил процесс. Он приговорил обвиняемую к 5,5 годам колонии общего режима. Экс-главу «Волгокредита» ждет еще один судебный процесс. Вместе со своими коллегами она должна предстать перед судом за махинации с вкладами клиентов банка. Объявлены цены билетов на чемпионат мира 2018 по футболу. Россияне, как принимающая сторона, на матче Кубка Конфедерации смогут заказать билеты специальной четвертой категории стоимостью от 960 рублей. Всего в продажу поступит не менее 100 тысяч таких билетов. Приобрести билеты других категорий можно будет по цене от 70 до 245 долларов США. Купить билеты болельщики смогут только на сайте FIFA. В Самаре на набережной появится аллея молодоженов. Она откроется 8 июля и будет располагаться от полевого спуска в сторону бассейна ЦСКА ВВС. Все новобрачные смогут увековечить свое торжественное событие, уложив собственный кирпичик из бронзы на место брусчатки. Услуга обойдется в 30 тысяч рублей. Музыка из прошлой эпохи звучит в парке Гагарина. Самарский пенсионер собрал коллекцию виниловых пластинок и каждый день проигрывает их на патефоне. Старинные романсы и марши, песни знаменитых советских исполнителей записаны в прошлом веке. Такую музыку мало где услышишь. К истории прикоснулась и Алина Чемерис. Вот этой пластинке 1906 года. С одной стороны, носок к Манжуре, но она не такая, как сейчас, а такая, в общем, плачущая. Больше рассказывает, чем поют. Уникальная запись 110-летней давности заставляет прохожих остановиться. На одну и ту же лавочку в парке Гагарина Анатолий Леонидович приходит уже почти год. В арсенале патефон и дюжина пластинок. Всего их у него около сотни. И чтобы порадовать слушателей, каждый раз приносят новые. Песни Руслановой, Утесово, Старинные романсы – это будто музыкальный музей под открытым небом. Дарить жителям знаменитые произведения такими, какими их любили наши бабушки и дедушки, мужчина решил после неожиданной находки. У бабушки в сарай сломанный патефон нашел в Оренбургской области, в деревне. Восстановил его. Там куру на нем сидели, сломанный был. Мне 80, я с 36-го года. Патефон с 35-го, на год старше, мы с ним почти ровесники. Почистил, поменял пружину и патефон запел, как новенький. Пластинки дядя Толи, как его все называют, собрал по соседям. Говорит, десятки записей, не коллекция, инструмент для музыкального путешествия. Вот тем, наверное, я отличаюсь от лекционеров. Коллекционеры собирают, посадят их на скамейку, сядут на них и всю жизнь будут сидеть. Я, ну, пластинки, если собираю, то только для того, чтобы играть людям. За патефоном, который каждый день слышит весь парк, внимательно ухаживает, своевременно ремонтирует, меняет иглы. Найти их трудно, да и стоят они дорого. На них и уходят пожертвования слушателей. Станочки сделал, сам затачил. Но наточить их можно, но ведь угол такой, как заводской, не выдержишь, она портит пластинку. А иглы хватает две, максимум три пластинки. Все. У дяди Толи уже появились поклонники. Обычно мы вот садимся сюда, на лавочку рядом, и подходят вот от таких маленьких детишек. Они танцуют. Некоторые родители подхватывают песню. То есть это такой вот островок тепла. А потом дядя Толи такой обаятельный человек, что разговаривать с ним, узнавать очень много нового, интересного, того, чего я никогда не знала, это просто чудесно. Дядя Толя говорит, пока народ интересуется и с любопытством слушает пластинки, на лавочку в парке Гагарина будет возвращаться каждый день. Алина Чемерис, Полина Рузавина, Дмитрий Мешканцов. События. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Македонский нападающий Адис Яхович вместе с одноклубником и капитаном крыльев Советов Иваном Тарановым за два часа до вечерней тренировки нашли время встретиться со своими фанатами на универсальной спортплощадке, поэтому скучать было некогда. Звезды предложили поиграть в мини-футбол, стритбол, поучаствовать в викторине, а в перерывах рассказали, как они с командой проводят лето. Есть много интенсивной и сильной тренировки, поедем сейчас на сбор в Бельгии и Голландии, там будут хорошие товарищеские игры, и надо готовиться на сезон. Футболисты крыльев провели конкурсы с олимпийским девизом «Главное не победа, а главное участие». Любой, у кого хватило смелости забить мяч в ворот или баскетбольное кольцо, получили приз – футбольный мяч. Я еще волонтер крыльев, в общем, верна клубу во всем, можно так сказать. И сестру свою маленькую привела к клану в футбол, так что она продолжит мою династию болельщиц. У фанатов крыльев советов иные правила игры. Для любителей футбола главное не участие, а победа родного клуба в чемпионате страны. Поэтому, когда из 140 лотерейных билетов победил только один, и счастливчик получил годовой абонемент на домашние игры крыльев, эмоции не знали границ. «Я вообще, наверное, седьмом ниже. Очень рада. Ну, я вообще любила, ну, мы раньше вообще постоянно с семьей ходили на стадион, болели за нашу команду. Столько победы ждем от них. Надеюсь, и желаем, чтобы они побеждали. Ну, всего хорошего, чтобы они играли в полную силу, старались. А мы за них будем болеть». Кульминацией первой встречи в этом сезоне болельщиков с игроками крыльев советов стало фото и автограф сессии. Без сувенира от звезды футбола никто не ушел. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин